Крымская археология наконец получила активное развитие. Именно к такому выводу пришли авторитетные историки республики. Основной причиной тому может служить объемное финансирование, которого категорически не хватало в прежние годы. Сегодня денег достаточно для полномасштабной работы. Доказательством тому служит не только большое количество успешных раскопок, но и международное признание. У нас журнал материал по археологии истории Таври в этом году был включен единственный в Крыму и один из немногих по этой специальности в России международную базу цитирования Web of Science. Это штаб-квартира, которая находится в Филадельфии. Вот уже два тома признаются. Такое признание научных достижений крымских археологов развязывает руки, ведь это дает возможность взаимодействовать с зарубежными учеными. Однако кроме научных исследований археологи занимаются и изучением территорий перед земляными работами. Именно благодаря им удалось сделать множество ценных находок, вроде терракотовой головы в Керченском проливе. Не меньше открытий было и на подходах к Крымскому мосту. Закончился большой инфраструктурный проект, вы тоже, наверное, знаете, о подводе железнодорожных путей к Керченскому мосту. Там у нас были большие полевые исследования. Полностью исследовано поселение Би-Или, которое существовало, вероятнее всего, со второй половины восьмого. Там ярко выраженный так называемый Хазарский горизонт и вплоть до семнадцатого века. И это далеко не единственные раскопки, которые проводятся крымскими археологами. С начала 2019 года уже заключено более 30 контрактов на охранные исследования. Так что работы у специалистов хватает. Рассчитывать на качество и оперативность можно, ведь хорошее финансирование у археологов теперь есть. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.